О таких людях снимают кино и пишут книги. В этом году Вячеславу Евскину исполнилось бы 53 года. 17 лет – его нет. И 17 лет о новчане вспоминают его подвиг. На торжественной церемонии сослуживцы и родственники вспомнили, каким он был – Герой России. Он настолько большое дело сделал. Он не посмотрел на то, что у него тоже сын. И он спас жизнь своим ребятам ради того, чтобы большое поколение детей молодых, которые женились, создали свои семьи, он не пожалел себя. И он вообще с детства всегда жил как бы для кого-то. Он всегда в первую очередь, если его мама угощала, а он видел, что это только ему дали, он в первую очередь бежал к старшему и ко мне на угостись. А потом уже и в детстве всегда в школе, всегда он заступался за девчат. Молодая смена – курсанты Института береговой охраны. На примере земляка знают, какой ценой становятся героями и чего стоит военный подвиг. И то, что каждый год жители и прежде всего молодежь нашего города собираются у этого памятника, очень символично. Потому что друзья, те, кто был с ним рядом, те, кто провожал его туда, те, кто ждал, семья, ветераны, они никогда не забудут подвиг своего товарища. Но мы должны каждый год передавать эту память молодежи и вот этим совсем еще юным ребятам. Но они должны помнить, знать, они будут взрослеть и они будут понимать, каким был этот человек, для чего он жил и во имя чего он погиб. Майор Евскин проявил мужество и героизм в бою в Грозном 8 августа 1996 года при попытке прорыва из окруженного здания, был тяжело ранен. До последнего отстреливался от боевиков, а затем взорвал окруживших и погиб сам. Вячеслав Евскин спас 90 сотрудников службы безопасности. В 1996 году ему присвоили звание Героя Российской Федерации. Посмертно. Обладание ими было настолько важным, что сначала боевики предлагали сотрудникам сдаться, потом просто уйти к своим с оружием, потом даже предлагали сделать это за деньги. Ответом был категорический отказ. Тогда начался ожесточенный бой. Скорбная минута молчания в память героя напчане возложили к мемориалу цветы в городе, на бульваре, названном в честь Вячеслава Евскина. Корзину с цветами поставят и на могиле погибшего в селе Джигинка. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа. Регион.